что нужно для уникальности драйв или торч не торч лучше потому как это типа русский язык а точнее переведу нужно настроение чтобы вы видели и аромат и горечь начнем с аромата аромат это соревнование по авиамоделизму причем это не просто магнитогорск это соревнование российского уровня сколько вы соревнований за свою жизнь до провели в городе магнитогорске хотя бы например я здесь работаю 27 августа будет 45 лет как я сюда вошел в этот клуб ну минимум 3-4 соревнования в год если это все делать почти 300 куда может быть и больше так но проводили даже такие соревнования как первенство ссср восемьдесят девятом году с 11 по шестнадцатый год 2011 по 2016 год мы проводили здесь этап кубка мира по пилотажной модели за ледовым дворцом на тех площадках то есть у нас даже были призеры и мастеров спорта ребята выполняли и параллельно проводили там тоже чемпионаты россии и так что соревнованиями проводили очень вы понимаете что это за человек вы должны знать имя такого я честно сомневаюсь что не каждый первый человек это может сделать я честно знаю что на наше население а именно 500 тысяч человек он один так знаете и цените его и пока не только взрослые но и дети готовятся я скажу это даже круче меня как такового что я просто немного одаренный чел но это человек выше меня однозначно я совершенно не крутой хотя умею делать в разы больше а может несколько раз больше чем один россиянин но в нем уникальность и это далеко не только соревнования это реальный тренер а таких в россии не более ста человек и один в магнитогорске точнее несколько в этом смысле новый уникальный город с металлом сердце не один мы говорим о некотором потере нашего авиационного качества имею ввиду во скольких городах магнитогорс в россии вообще это еще сохранилось клубы мандализма могу вот с точностью сказать что в городе магнитогорске остался такой клуб екатеринбурге ну вроде как там руководитель вроде уже вышел на пенсию значит был в краснодаре еще и в новосибирске но точно сказать не могу вот так с точностью в москве закрыли клуб петербурге закрыли клуб то есть нас ждет интересное будущее так понимаю давить хотя бы в москве и в питере значит остались детские клубы не все их по закрывали у нас городе был величайший в стране свое время дом юных техник который потом закрыли значит хотя он считался самым крупным в россии а сейчас у нас осталось два детских кружка один в 55 школе другой в 10 при школе при учителях труда а детских в общем-то клубов как они были раньше в принципе дом юных техник существование закончил теперь о мысли бытия а бытие было с ветром и поэтому эти соревнования были только для свободно планирующих моделей это целый класс планиров целый эпопея резина моторок и таймера причем пока я объясню и вам понять надо что такое планет расскажу на базе ради управляемого доводимого до уровня и моими силами но запущенного виталия коркина честно честно ну это как сказать учитывая что планира для таких соревнований в 50 процентов из чума дорогой бальзы и углепластика то довожу до сведения такая лайба стоит как не торопитесь как 20 моделей самолетов на радиоуправлении то есть 15 тыриков умножаем на 20 и такое чудо из ахо сами умножьте это наверное для вас ясно для меня неясен точнее неясен был момент затяжки связи с тем что радиоуправление внедряется и на планера они отпускаются только по воле создателя который учитывает ветер а дальше путь на две минуты если чудо то вы выигрыши а выигрышах позднее теперь а чуде разным но по сути из той же оперы можно и для детей устроить это как не дешевая бальза а можно вернуться к той той же цене то есть высоко я не выезжаю как ну можно верно используя шарикоподшипники это сделать чтобы уменьшить сопротивление качению но мне это нравится больше может эта тема но из опер восьмидесятых и они летят поднимаясь по воле резина мотора это крутизна а дальше те же две минуты полета то еще поразило таймер не просто потому что быстро и наверх еще раз говорю первый раз со сложными крыльями это топ достижение максимума завели мотор поставили на крутизну ими ведомую старт необходимые секунды сложение пропеллера раскрытие крыльев и те же две минуты полета ну молодцы однозначно мы будем говорить о нашем замечательном авиационном будущем или может быть его так и не будет но мне так что-то кажется дело даже не в этом значит ну будем говорить так сейчас востребованы допустим квадрокоптеры беспилотники это вот у нас стены обвешаны беспилотниками любая радиоуправляемая модель это своеобразный беспилот но поставив туда программатор задав программу начнут летит без управления земли как таковой то есть задается программа и он там движется на управление тоже в принципе радиоуправляемая модель это они сейчас так летают на военных действиях давайте все-таки объясним папам мамам да и всем то есть мы сейчас собираемся чтобы у нас больше стало инженеров а инженеры это в том числе и занятия модулизм спортом правильно же свое время говорю что у меня спрашивали приходили родители когда детские крючки были а что дает то есть ну я объясню в принципе наш спорт как и любой вид спорта есть соревнования большие маленькие там чемпионаты мира европы прочее но ежели приходит копье метатель секцию ему дают копье он его метает кто дальше бросил тот и победит но мы свое копье делаем своими руками а потом участвуем соревнования чем-то лучше сделаешь модель тем более качественно выставить то есть соответственно наш вид спорта дает мало того что связь головы с руками то есть бездумно модель не построишь нет рук такое тоже бывает то есть но не может человек руками сделать что-то прилично значит ну соответственно я даже одному как советовал то я говорю предназначение работать головой руками ты делать ничего не умеешь и не научишься так что связь между головой руками то есть это в перспективе у нас очень много даже на комбинате работала руками на руководящих должностях работали моделисты об этом даже руководство комбината допустим не знал что он занимается моделированием там мастер спорта так что а у нас ну будем говорить так в клубе значит мы был здесь выращен дважды чемпион мира мастер спорта международного класса мастеров спорта у нас достаточно там больше 12 человек кандидатов мастера спорта я даже не учитываю значит но суть в другом что популярность этого падает ну естественно проще пускать самолетик на компьютере упал снова заедил и снова полетел чем сделать это своими руками часто сталкиваемся с тем что руководители кружков говорят так как только мальчишка начинает что-то делать руками он убегает домой то есть рукастых людей у нас остается все меньше и меньше да есть вариант что там будут работать роботы будут производство роботизировано полностью роботы тоже кто-то должен делать есть вариант самовоспроизводящиеся роботы но опять же прежде чем их воспроизвести их нужно было бы тоже сделать руками моделизм он и дает эту связь напрямую голова и руки что касается событий то вот они мы завоевали второе место уступив башкортостану а по именно это шмыгель максим логинов дмитрий костищин дмитрий и по подразделения юноши шмыгель матвей яковлев даниил это два разных планера стрижов артем первое место и в этом уникальность шмыгель матвей опередил папу заняв спортсменах третье место и это невзирая на накопленный опыт он благодаря тренеру всех веков огромен вот чье имя должно быть на доске они имя развалившего калибровку человека прежде чем давать название проконсультируйтесь с горожанами ну например ну и горечь в окончании для меня это горечь я вложил в сына в детство мою жизнь данную мне богом потому как с раком мозга четвертой степени с глиобластомы без веры в господа бога нашего всемогущего я бы не прожил однозначно в его удовольствие которого не было у 95 процентов жителей земли но сын это не дитя шмыгли максима шмыгли мастера спорта которого его детишки уделали это не человечище который в 12 лет учится ремонтировать машины самое главное это папа его это человек с стройками по математике и литературе с русским языком который в 35 лет прыгнул в реальный топ это был реально заработанный топ примерно для десятка магнитогорцев пол тысяч россиян человека который хочет внедрить в сына все свое и даже больше человека со сложным умом но отправленного в другое бытие честно я могу быть посланным но не моим ребенком